Всем привет! Сегодня я хочу поговорить с вами про Asus Zenfone Max Plus. Звучит так, как будто бы это флагман, но не питайте надежд, что это не так. Ну, давайте разбираться, что что-то за телефон такой. Поехали! Дизайн этого смартфона явно не его фишка. Скажем так, материалы корпуса типичны для среднего класса. Металлическая спинка, пластиковые вставки под антенны сверху и снизу и стекло 2.5D эффектом. Смартфон бывает в темно-синим, серебристом и золотом цвете. Сзади расположен сканер отпечатков пальцев, который получился не самым быстрым, честно говоря. Вспышка и сдвоенная основная камера. Что касается лицевой поверхности, то тут я вам так скажу. Есть хорошие изменения по сравнению с предыдущими моделями смартфонов Asus. Во-первых, это современное соотношение сторон дисплея 18 в 9, но о дисплее чуть позже. Во-вторых, на лицевой части смартфона, кроме датчиков, разговорного динамика и фронтальной камеры, отсутствуют какие-либо кнопки или же надпись Asus, как это использовалось раньше. Как по мне, то это идеально. Перейдем к дисплею. Начну я с того, что тут хорошее олеофобное покрытие. Отпечатки пальцев практически не остаются, а то, что и появляется, легко стирается прямо у вас в кармане в джинсах. Дисплей тут IPS, у него хорошее разрешение 2160 на 1080 точек, при этом 424 ppi. При своей диагонали в 5,7 дюйма и с показателем Screen-to-Body Rate 80%, смартфон очень хорошо лежит в руке, хотя и не имеет рекордно тонких рамок. Еще одна особенность. У этого дисплея закругленные края, как у LG G6 или Samsung Galaxy S9. Ну или S8. Что касается изображения, то оно действительно на уровне. Цвета получаются почти естественными и не пересвеченными, углы обзора максимальные и при просмотре сбоку цвета не инвертируются. Запас максимальной яркости тоже хороший. При прямом солнечном свете картинка остается читабельной. Вообще за экран тут плюс. Теперь перейдем к аппаратной части этого смартфона. Работает Asus Max Plus на восьмиядерном процессоре Mediatek MT6750T, а помогает ему графический ускоритель Mali-T860 MP2. Оперативной памяти 3 гигабайта, встроенной 32. Но от возможности добавить память в Max Plus не стали отказываться и оставили возможность расширить ее при помощи карты памяти вплоть до 256 гигабайт. Важный момент в том, что карту памяти можно добавить не в ущерб второй сим-карты. Тут разделенный лоток и можно поставить сразу и две сим, и карту памяти microSD. Как по мне, это правильное решение. В тестах производительности Zenfone Max Plus набирает не так много баллов. В Antutu чуть больше 54 тысяч, в Geekbench 607 в одноядерном и 2604 в мультиядерном режиме. Это скромные показатели, но ради справедливости я хочу заметить, что сама система работает без каких-нибудь лагов, глюков и достаточно быстро. Если зайти в World of Tanks, то при максимальных настройках графики нормально поиграть не получится. А вот на средних и минимальных FPS ниже 30 не опускается. Работает Zenfone Max Plus на Android 7-й версии, который прикрыт фирменной оболочкой ZenUI 4.0. Она проста и не сильно загружает систему. Все системные иконки перерисованы в стиле ZenUI и от кнопки меню решили отказаться. Хотя, правильнее сказать, ее просто упростили. Меню можно вызвать при помощи свайпа вверх в любой части экрана. Помимо режима защиты глаз, оболочка имеет еще несколько интересных особенностей. Для любителей поиграть в игры есть специальный режим Game Genie. Этот режим позволяет не только записывать с экрана сам процесс игры, но и даже есть возможность стримить все это дело на YouTube или Twitch. Также в этом режиме можно заблокировать навигационные кнопки, чтобы случайно не выйти с игры. Помимо стандартных пин-кодов и сканера отпечатков пальцев, добавили возможность разблокировки смартфона по лицу. Работает это, честно говоря, так себе. При хорошем освещении иногда не распознает лицо, а при плохом можно даже и не пробовать. Как я уже говорил, Zenfone Max Plus сзади имеет две камеры. Первая на 16, вторая на 8 Мп и обе с апертурой 2.0. Днем снимки получаются неплохими. Иногда фото переходит в пересвет, но спасает режим HDR. В темное время суток смартфон не сможет похвастаться каким-то сверхрезультатом. Много шумов и мало деталей. Что касается второго модуля камеры, то это широкоугольная с углом 120 градусов. Стимки по качеству, конечно, уступают первому модулю, но все же в кадр может попасть куда больше объектов. Оба модуля могут снимать портретный режим с размытием заднего фона, но очень часто размывают не то, что нужно. Видео пишется максимально в 1080p при 30 кадров в секунду. Что касается фронтальной камеры, то она здесь на 8 Мп и тоже имеет возможность снимать боке. Но тоже встречается проблема с этим эффектом, как и на основных камерах. Есть бьюти-режим, который при отключении, лично мне так кажется, продолжает работать. Снимки получаются достаточно средними. Здесь встроен аккумулятор на 4130 мАч. При этом смартфон остается достаточно тонким, всего лишь 8 мм. Я, честно говоря, когда первый раз узнал о емкости, подумал, что где-то какая-то ошибка, наверное. Поддерживается функция быстрой зарядки. К примеру, за 15 минут зарядки смартфон выдержит 3 часа в режиме разговора. Также есть возможность заряжать другие устройства с помощью этого смартфона. В комплект положили переходник на USB, он же OTG-кабель, что позволяет подключать к нему устройство при помощи обычного разъема. При стандартном использовании смартфон держит полтора дня. И это неудивительно с таким-то объемом батареи. К минусам этого смартфона я также хочу найти отсутствие NFC и разъема Type-C. Ну, по поводу Type-C вы в комментариях всегда спорите, зачем оно надо или не надо. А вот NFC действительно жалко, что нет. Android Pay работает и было бы приятно, чтобы он тут был. Второй минус это слабая фронтальная камера. Действительно, она не дотягивает до уровня этого смартфона. Плюсом этого смартфона хочу отнести дисплей. У него высокое разрешение, модное соотношение сторон 18 с 9 и отличная цветопередача. Второй плюс это автономность. Действительно, в такой тонкий корпус уместить такую большую батарею, это надо постараться. И Asus постарались, ну и смогли. Как вывод хочу сказать, Asus в этом году пытается атаковать рынок китайских смартфонов, который захватил мир и особенно страны СНГ. И для конкуренции был выпущен именно этот смартфон. Да, у него есть минусы, но у него есть и плюсы. Это реально отличный дисплей и прекрасная автономность. Поэтому своих покупателей он все-таки найдет. Пишите в комментариях, что вы думаете о Zenfone Max+. Ставьте лайк этому видео. Обязательно подписывайтесь на наш канал, у нас тут много всего интересного. Всем хорошего дня и яркого настроения. Пока!